Ну и прежде чем передать слово студии программы «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым вернёмся к проекту, который был в эфире Первого канала прямо перед нами. Вместе с дельфинами. Один день провели мои коллеги в подробностях, изучив жизнь необычных участников этого шоу. Привет, моя малышечка. Ну какой же дельфин не любит ласки? Тренер Валентина начинает своё утро как самая лучшая мама на свете. Подопечные для неё дети, их двое, это Лана. А Паша сегодня решил, что работать не будет. Паша сегодня первый день. Устрел за поставку. У него это периодически бывает, ему позволительно. Он у нас самый взрослый, альфа-самец. И, соответственно, как любой мужчина, он отличается таким нравом. Валентина постоянно говорит, дельфины – существа высокоинтеллектуальны. И потому предпочитают общаться с человеком на равных. У них разные характеры, свои особенности, свои привязанности. В общем, всё почти как у людей. А значит, ни о каких дрессировках речи идти не может. И уж тем более о дрессировках с применением силы. К ним никак не применима жестокость. Именно поэтому у нас в нашем деле это называется тренера, а не дрессировщики. Потому что дрессура здесь никакой не присутствует. Здесь просто можно сидеть и часами ждать того, когда он сделает нужный тебе элемент. Просто. И подкрепить его за это рыбой. В этом хоре поют деви черноморских афалин и две белухи. Все они живут в сочинском дельфинаре и все рождены в неволе. Так что теперь большой вопрос, что они считают своим домом. Эксперты говорят, что такой дом для дельфинов гораздо лучше, чем естественная среда. Загрязнение всякого рода приводит к тому, что продолжительность жизни дельфинов в природе становится все меньше и меньше. Они попадают в отравленную воду, отравляют, заболевают, погибают. От бескормницы могут померить. То и дело может попасть в какой-то нефтяной пятной, а из него потом не выйдешь живым или, по крайней мере, здоровым. А здесь чистая вода морская, чистые уши. Они следят за ее составом. Этот дельфинарий построили три года назад. Глубокие, просторные бассейны. Вода максимально приблизилась.